Мы продолжаем с вами наше занятие по французскому языку, по курсу по развитию навыков устной речи. Структура наших с вами телевизионных уроков остается прежней. Здесь мы ничего менять не будем, мы просто продолжаем подниматься со ступеньки на ступеньку по лестнице совершенствования знаний французского языка. Напомню, однако вкратце основные фрагменты наших телевизионных уроков для тех, кто только сейчас пришел в нашу телевизионную студию, чтобы позаниматься французским языком. Итак, каждый урок подразделяется на два занятия. На первом занятии мы с вами вспоминаем основные фрагменты системы и структуры французского языка. Ну вот конкретно во второй части нашего курса мы будем говорить о лексическом составе французского языка и о его грамматической структуре. Напомню, что в первой части речь в основном шла о фонетической системе современного французского языка. Ну а во второй части мы займемся фрагментами грамматической структуры. Далее следующий фрагмент, типовой фрагмент нашего телевизионного урока посвящен предваряющим упражнениям. То есть мы с вами активизируем те уже имеющиеся знания по системе и структуре французского языка. И эти упражнения также призваны увеличить словарный запас. Ну а затем на первом занятии каждого урока, напомню, что каждый урок мы с вами проходим за два занятия. Итак, на этом первом занятии мы знакомимся с серией клишированных выражений, устойчивых словосочетаний, фрагментов речевого поведения человека, который говорит на французском языке. И в тот момент, когда я буду предъявлять вам для ознакомления, для первичного ознакомления эту серию отдельных высказываний, я буду обращать ваше внимание на те сложные моменты, которые, собственно, нужно будет дома проработать самостоятельно. Это могут быть какие-то лексические фрагменты, либо фрагменты системы и структуры современного французского языка. Вот на этом первое занятие по уроку заканчивается. И второе наше занятие по уроку, вот, собственно, по тому материалу, который мы с вами должны проработать, начинается с повторения, с обсуждения вот тех самых высказываний, которые мы проработали на первом занятии. Ну и включаю обсуждение тех фрагментов, которые вы должны были самостоятельно проработать дома. А затем мы эти фрагменты должны будем включить в общий контекст беседы. То есть вы должны будете посмотреть, каким образом эти отдельные высказывания складываются в единый непрерывный диалогический или монологический речевой поток. И чтобы потренироваться в самостоятельном употреблении французского языка, в ходе работы с более крупными текстовыми образованиями, у нас будут проходить картинки. И по этим картинкам, каким-то сюжетным картинкам, можно будет составить связные высказывания. И завершается второе занятие набором специальных домашних заданий, которые, собственно, и преследуют цель, итоговую цель сформировать тот или иной уровень навыка устной речи. Вот таковы типовые фрагменты нашего телевизионного урока по французскому языку, по курсу по развитию навыков устной речи. Итак, сегодня первый урок, второй части, первое занятие по этому уроку, ну, скорее, даже не просто по уроку, а по теме. И начнем мы наше с вами занятие, как я уже сказал, с напоминания о некоторых особенностях лексического состава французского языка. Нас это будет интересовать прежде всего в увязке с современным русским языком. Ну, а затем мы с вами поговорим о некоторых фрагментах грамматики современного французского языка. Все это, напомню, лишь напоминание о том, что вы, безусловно, знаете, и то, что мы с вами обсуждали, хотя бы на этапе вот на грамматического курса, вот к циклу наших телевизионных уроков. Хочу напомнить, что наш курс предусматривает владение значительным словарем. То есть за этот курс, если вы проходите его урок за уроком, вы, безусловно, должны пополнить свой словарный запас и довести его, вот, до объема в две тысячи лексических единиц. Не пугайтесь этой цифры, это все вполне реально и соответствует, на самом деле, вот тому первому пролету лестницы, если мы будем метафорически представлять себе освоение языка, как подъем по лестнице со ступеньки на ступеньку. Вот той самой лестнице, по которой вы уже поднимаетесь и будете подниматься к овладению французским языком. Ну, а словарь, которым надо овладеть, делится на знаменательные и служебные слова. Служебные слова мы с вами подробно обсуждали, их количество не так велико, не более 500-600 единиц. И в самом начале курса, и в воднограмматическом курсе мы уделили им достаточное внимание. И о них мы будем вспоминать попутно, наряду с так называемыми знаменательными словами. Поэтому давайте сначала поговорим о знаменательных словах, вот так называемых знаменательных словах. И здесь я еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Дело в том, что в русском языке так сложилась история культуры России. Надо помнить, что практически конец XVII, весь XVIII век, да и начало XIX века прошло под знаком освоения России французской культуры. И, естественно, французская культура не могла прийти в нашу страну, не имея такого носителя, как, собственно, французский язык. Поэтому стоит ли удивляться, что очень много слов в современном русском языке французского происхождения. И мы с вами уже неоднократно делали соответствующие упражнения, но, тем не менее, давайте еще раз посмотрим на некоторую серию слов. И ведь самое главное для нас в этом курсе, в том числе, научиться узнавать знакомые слова по форме, по содержанию. Вот, давайте посмотрим с вами эту первую серию слов. Вот такие слова, как шваль, маншер, композицион. А вот и следующая серия слов. И миксты, и крепы, и тирыжей. Когда вы читаете эти слова, вы, конечно же, вспоминаете и историю России, ну и в том числе войну 1812 года. Вот, и с той эпохи, когда русские солдаты вошли в Париж, вот с той самой эпохи в русский язык вошли и прочно закрепились такие слова, заимствованные из французского, как композиция, и дивизия, и микстура, и креповая ткань. Есть еще одно слово, крепдышин. Все эти слова, безусловно, легко узнаваемы. Вплоть даже до таких вот сложных образований, которые также, наверное, будут понятны теперь без перевода. Конечно же, дирижер, руководитель оркестра, ну помимо этого и портсигар, и портмоне. И если вы не поленитесь и поломаете голову, то без труда, я в этом уверен, вспомните не один десяток, а скорее пару сотен слов, которые заимствованы в русский язык из французского. Значение этих слов вам хорошо известно, и если вы научитесь в процессе нашего курса опознавать во французских словах вот эти заимствования, то, соответственно, вы без труда сможете пополнить свой словарный запас. А теперь давайте перейдем к некоторым грамматическим фрагментам французского языка и поговорим прежде всего о имени существительном. Что здесь надо помнить? Французские существительные не знают среднего рода. В самом слове признаки рода выражены тоже далеко не всегда. Поэтому хорошо бы, такая моя рекомендация, с самого начала запомнить некоторые признаки, которые помогут вам определиться с родовой принадлежностью того или иного существительного. Вот давайте с вами посмотрим на данную серию аффиксов. Вот такие аффиксы, как «сион», «ты», «ид», «аж», «мо». Вот обратите внимание на первую серию, первые три суффикса «сион», «тей», «ид». Вот если существительное оканчивается на эти первые три суффикса, то оно может быть уверены в этом женского рода. А вот если существительное оканчивается на «аж», либо «мо», то в большинстве своем, почти что в абсолютном большинстве своем, это существительные, которые можно определить по родовой принадлежности как существительные мужского рода. Есть, правда, несколько исключений из этого правила. Вот к ним относятся три коротеньких слова, такие как «каж», «паж» и «имаж». Клетка, страница и картинка. Это слова женского рода. И точно так же на самом деле обозначают или противопоставляют друг другу по признаку мужской женский род некоторые суффиксы имен существительных, например, «тер» или «трис», «ы» или «эз». Вот если вы встречаетесь с такой парой суффикса, то можете тоже безошибочно практически определить род того или иного существительного. Ну, о глаголах мы поговорим в следующий раз. А пока что давайте продолжим вспоминать, что представляет собой имя существительное, и вспомним о том, что первый фрагмент высказывания начинается группой имени, и слово «понятие» вводит один из его определителей. И при первом появлении это обычно неопределённый артикль мужского или женского рода или множественного числа. Вот вы видите на слайде эту первую серию. А затем на смену ему приходит определённый артикль. Вторая серия на слайде. Естественно, есть ситуации, когда артикль можно заменить указательным, прилагательным. Вспомните, пожалуйста, эту серию со значением «этот», «это», «эти». Или, вот как показано на слайде во второй серии, притяжательными, прилагательными. Гораздо реже, но всё-таки в этой же роли может выступать числительное. И количественное заменяет при этом артикль, а порядковое вписывается между артиклем и существительным, как показано на слайде, вот на этих двух примерах. А что же идёт после имени существительного в структуре высказывания? После имени законное место для определения, которое отвечает на вопрос «а какой?». Вот таким определением может быть прилагательное или причастие, согласующееся в роде и числе. Или даже целое предаточное предложение, которое вводят чаще всего относительные местоимения. Давайте вспомним, что представляют собой относительные местоимения. И только немногие короткие прилагательные, речь, напомню, идёт о позиции прилагательных до или после существительного, только немногие короткие прилагательные могут стоять перед определяемым словом. К ним относятся такие словосочетания, как, например, «беллями». И здесь интересно, что смена позиции, то есть препозиции или постпозиции прилагательного по отношению к имени существительному может менять значение прилагательного, значение вот этого фрагмента высказывания. Давайте посмотрим на примере. Вот, как вы видите на слайде, возможны смены позиции имени прилагательного, которая занимает место в препозиции или в постпозиции по отношению к имени существительному. Итак, если в первом случае мы должны будем перевести словосочетание как «бывший министр», то по отношению к книге мы должны будем по-русски сказать «старинная книга». Во втором примере «великий человек» – вот так мы должны будем перевести первое словосочетание. И он большой. Так и только так мы можем понять второе словосочетание. Итак, напомню, это был небольшой фрагмент, который мы выбрали для повторения материала, связанный с напоминанием о лексическом составе современного французского языка и с небольшим фрагментом системы и структуры, грамматической системы и структуры современного французского языка, вот что касается имени существительного и имени прилагательного. Ну, а теперь следующий, тоже типовой фрагмент нашего телевизионного урока, вот то, что я называю предваряющими упражнениями. За счет этих упражнений мы от теории, которую только что вспомнили, переходим к практике. Ну, а поскольку мы заговорили с вами о пополнении лексического запаса, то давайте с вами попробуем выполнить следующее упражнение, а именно ответить на вопрос. Знаете ли вы в русском языке слова того же корня? Вот, посмотрите, пожалуйста, на эту серию слов. Я надеюсь, что вы без труда идентифицировали те значения, которые могут быть приписаны данным словам во французском языке. Следующее задание, наверное, будет чуть потруднее. Нужно будет вот за счет того объема информации, того накопленного лексического материала, который у вас уже есть, попытаться самостоятельно перевести некоторые фразы. Сначала с французского языка на русский, а затем нужно будет сделать обратное. Нужно будет перевести с русского языка на французский. Ну, вот первый этап – это перевод с французского языка на русский. Постарайтесь их запомнить. Они носят устойчивый клишированный характер. А теперь, как я уже сказал, нужно будет, используя те высказывания, которые вы только что успешно освоили, попробовать подыскать соответствие, может быть, даже вот из тех фраз, которые вы только что перевели, подыскать соответствие во французском языке определенному набору высказываний, тоже устойчивых, клишированных высказываний в русском языке. То есть нужно будет попробовать, ну, если не перевести в полном значении этого слова с русского языка на французский, то хотя бы постараться подобрать, вот уже из имеющегося у вас багажа знаний, некие эквивалентные фразы, тоже клишированного плана из набора французского языка. Вот давайте выполним это задание. На слайде мы сейчас вспомним, что нужно сделать, и затем вот те несколько устойчивых клишированных выражений, для которых было бы хорошо, если бы вы удачно подобрали эквиваленты во французском языке. Продолжение следует... Следующий фрагмент нашего занятия посвящен освоению сложных составных лексических единиц с таким фрагментом, как «ми». В зависимости от того, с какими словами сочетается этот лексический фрагмент, мы получаем разные оттенки значений. Вот попробуйте самостоятельно освоиться с тем, какие же оттенки значения тем или иным хорошо знакомым вам словам придаёт вот этот лексический фрагмент, назовём его так, который образует такие вот составные, сложные лексические единицы. Таким фрагментом в данном случае в начале будет фрагмент «to me». 2». Добавлю. Продолжение следует... И вот еще одна серия примеров, в которых фигурирует такой фрагмент как ми. Попробуйте также догадаться, какой оттенок этот фрагмент придает словам в состав, в которых он входит. Продолжение следует... Ну а для того, чтобы проверить себя, насколько правильно вы догадались об оттенках значений, которые придаются в составе этих сложных образований, такими фрагментами как ми и ми, попробуйте подыскать соответствие русским словам во французском языке. И, наконец, последнее задание из серии предваряющих упражнений. Тоже хорошо знакомое задание тем, кто с самого начала посещает наши телевизионные занятия. Итак, задание звучит следующим образом. Составьте связное высказывание из предложенных элементов. Если вы успешно справились со всеми этими предварительными заданиями, мы можем с вами переходить к следующему фрагменту нашего телевизионного занятия, а именно к знакомству с серией типовых высказываний, которыми мы продолжаем развивать вот те темы, темы бесед, которые ведут между собой хорошо знакомые нам герои нашего цикла, нашего телевизионного цикла передач. Итак, напомню, что по мере появления на серии слайдов этих высказываний, которые параллельно предъявляются на русском и французском языке, я буду обращать ваше внимание на те сложные случаи, которые подлежат особому осмыслению, и если вы что-то забыли, то дополнительной проработке уже в домашних условиях. То есть вот эти рекомендации можно и нужно, наверное, воспринимать как домашнее задание и выполнять его уже опираясь на справочные пособия, на двуязычные словари либо на соответствующие грамматические справочники по современному французскому языку. Итак, давайте перейдем к этому фрагменту нашего урока. В данной фразе обратите внимание на существительное со значением тысяча и множества. Вспомните, что в его основе лежит числительное. А вот в предыдущей и в данной фразе я хочу обратить ваше внимание на параллели. Глагол существительное. Речь идет о глаголе compare и существительном, которое произведено от этого глагола. Дома посмотрите, пожалуйста, в справочнике, как можно образовывать существительные от тех или иных глагольных форм. Когда вы будете читать данные высказывания, обратите внимание на префиксы, которые служат признаком отрицания основного значения прилагательного и причастия. А также на глаголы, в том числе на глагол abutir, который относится ко второй группе. Интересно всегда пополнить словарный запас за счет осмысления того, что у, казалось бы, знакомого, существительного могут быть новые оттенки, значения в зависимости от контекста, как, например, у слова la pariette. Не поленитесь посмотреть в словаре, какое значение приобретает это слово в различных контекстах, а не только в том, который вы видите на слайде. Как вы уже, наверное, поняли, высказывания, которые мы начали прорабатывать в этом фрагменте, связанные по своей тематике вот с такой жизненно важной ситуацией, как посещение магазина, еда, структура питания, которые, безусловно, отличаются в русской и французской культуре. Ну, а вот это высказывание дает повод еще раз освежить в памяти, что представляет собой повелительное наклонение во французском языке. Посмотрите, пожалуйста, к следующему нашему занятию тот параграф грамматического справочника, где рассказывается о повелительном наклонении. еще раз напоминаю, что как в русском, так и во французском языке глаголы предопределяют дальнейшую структуру высказывания. Вот есть переходные, непереходные глаголы. Может быть, вы помните эти термины из школьного курса русского языка. Здесь важно не столько само понятие переходности или непереходности. Для нас важно помнить, что не всегда вот та структура высказывания, которой мы можем себе позволить в русском языке, полностью должна соответствовать системе французского языка. Собственно, языки тем и будут отличаться, что по-разному будут строить высказывания. И об этом нужно помнить данное предложение, которое вы видите на слайде. Давайте еще раз на него посмотрим. Как раз хороший пример для того, чтобы самому себе напоминать о том, что нельзя автоматически переносить структуру высказывания из одного языка на другой. Вот, например, глагол «пейе» «платить». Если по-русски платят за что-то, то во французском языке этот глагол после себя никакого предлога не предполагает. Ну, это один из многих примеров, напоминаний о том, что системы, конечно же, русского и французского языка друг от друга отличаются. с и надпиам бол Не забывайте также о том, что в любом языке, и, конечно же, во французском, существует масса застывших клишированных оборотов. Вот как в окончании данного высказывания. Подумайте, посмотрите в словаре, почему я в данном случае заговорил об застывших устойчивых оборотах. Связано это с глаголом «компрандер». Продолжение следует... И вот в этой фразе также присутствуют устойчивые клишированные обороты. Попробуйте сами идентифицировать это клише и правильно опознать его во французской фразе и, соответственно, правильно опознать соответствие в русском языке. А вот эта фраза дает вам повод вспомнить, каким образом структурируется высказывание. Когда нам нужно сравнить количество. Следующая серия фраз, которые вы видите на слайдах. Переориентируют нашу тему с продовольственного магазина на магазины промтоварные. Тоже немаловажный фрагмент бытового поведения человека и в русской, и во французской культуре. Ну и, соответственно, немаловажный фрагмент его речевого поведения. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и подошло к концу наше с вами первое занятие по второму циклу курса по развитию навыков устной речи на французском языке. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...